Петр Сергеевич, в стране, где работают законы, безусловно, жить комфортнее и приятнее. Чиновники не берут взяток, водители ездят по правилам, и меньше бандитов, меньше воров. Но как добиться исполнения этих законов? Ну, прежде всего, можно заинтересовать людей. И морально, и, как ни странно, материально. Для того, чтобы они сообщали в органы инспекции, надзора о совершенных преступлениях, правонарушениях. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки, если вы разведете мангал на своем балконе, можете быть уверены. Через 10-20 минут приедет пожарная инспекция, и вам это обойдется в копеечку. Потому что американцы считают, что закон есть закон, его надо исполнять. А мы? А у нас закон что дышло? Как повернул, так и вышло. А ведь именно от этого случаются и аварии, и пожары, и прочие беззакония. Надо применять разные способы. Есть один очень интересный способ обеспечения законности, о котором люди, наши люди, мало знают. Это так называемые групповые иски. Правовой механизм групповых массовых исков позволяет отдельным гражданам, отдельному жителю дома или отдельному члену садоводства отстаивать общие интересы. Причем самостоятельно отстаивать. Вот этот механизм очень прочно утвердился в разных странах, и хотелось бы, чтобы он у нас тоже работал бы. А в чем суть этого механизма? Вот люди нередко сталкиваются с ситуацией, когда их права и интересы нарушены. А вот обращаться в суд экономически невыгодно. Вы едете по улице, и дорожники не заделали огромную выбоину. Вы в нее ехали и потеряли колесо. Колесо стоит денег, там несколько тысяч. Но если вы обратитесь за помощью к адвокату и будете судиться с дорожниками, это вам обойдется гораздо дороже. Поэтому вы махнете на это дело рукой. Бывает, что жители дома, например, сталкиваются с завышенной платой за коммунальные услуги. Неважно, кто положил деньги в карман. Председатель ТСЖ или управляющая компания. Важно, что по нашему законодательству жилец, каждый жилец, имеет право обратиться в суд только в защиту собственных, личных интересов. Ну, а услуги адвоката, как вы понимаете, стоят дорого. А вот если защищать общие интересы, то у нас надо собрать собрание, принять решение об обращении в суд, о дополнительных взносах на адвоката. Это очень тяжело сделать. Но вот если подобное происходит в Канаде, ситуация совершенно иная. Любой житель вправе подать иск в защиту своих собственных интересов и интересов своих соседей без согласования с ними. То есть просто сам проявить такую инициативу. Причем сумма общего ущерба в большом доме будет весьма немалой. И вознаграждение, а оно примерно треть США и 8% в Канаде, будут суммы немалые. Иногда это исчисляется миллионами долларов. Зная о таких возможностях простых граждан защитить групповые интересы, жулики и управленцы, чиновники просто не будут воровать. Или другой пример. Знакомый многим россиянам картину. Вот в Ленинградской области сейчас идут по этому поводу, можно сказать, большие драки. Особняк на берегу у самой кромки воды. Забор. В природоохранной зоне. Всем ясно, что местные власти куплены. Молчание природоохранной прокуратуры оплачено. А что могут сделать жители, простые россияне, которых лишили возможности выйти на берег речки? Собрать митинг? Принять обращение к президенту? Надо, чтобы они имели законное право выступать в защиту групповых интересов. Петр Сергеевич, и как же изменить ситуацию? Ситуация радикально изменится, еще раз говорю, если любой гражданин будет вправе подать иск в защиту интересов всех живущих в данной местности. Так, и право на свободный проход по берегу реки. Моральный ущерб каждого, помноженное на их немалое число, жителей много, составит внушительную сумму. По канадским, бразильским, американским, а теперь китайским законам, весомым будет и вознаграждение тому активисту, который вступился за общие интересы. Если бы такой закон и такой стимул действовал в России, то застройщик вот этого особняка, оценивая риск сноса особняка по решению суда, поостерегся бы нарушать закон. Таким образом, суть исков в защиту общих групповых интересов, или, говорят, интересов неопределенного круга лиц, состоит в том, что гражданин борется не только за свои, но и за общие интересы. И за свое подвижничество получает весомое вознаграждение. А не могли бы вы рассказать об опыте Канады? В Канаде групповые иски применяются довольно широко. В частности, они подавались, например, по поводу негодности продукции, продаваемой в магазине. Дефектов стимуляторов сердца. По поводу зараженной крови. Граждане требовали возмещения ущерба, который возник в результате аварии в метро, на железной дороге. Или от того, что им в квартиры подается загрязненная вода. Даже нарушение ценовой конкуренции производителей тоже может, и в Канаде часто бывает, предметом судебного рассмотрения по иску одного человека. Были иски и по возврату процентов на вклады в кондоминиумы, то есть ТСЖ. По нарушению авторских прав. Возмещение убытков в связи с представлением застройщиками недостоверной информации по проектам при продаже квартир, что у нас очень часто бывает. Исчезающих премий при страховании жизни, то есть жульничества страховых компаний, незаконных увольнений, в случае, когда происходит массовое сокращение персонала, злоупотреблений компаний коммунально-бытового обслуживания. Для нас это сплошь и рядом. Причем важно, что без механизмов групповых исков ни один доллар по таким требованиям не был бы выплачен истцам в качестве возмещения ущерба. Понятно, что групповые иски полезны, когда индивидуально экономически невыгодны. То есть платить адвокату нужно больше, а выигрыш маленький. Но интересно, что канадцы считают, что для цели правосудия групповой иск лучше серии индивидуальных исков. Даже в случаях, когда индивидуальные иски окупаются. Ведь групповые иски снижают нагрузку на суды и делают правосудие гражданам доступнее. Но главное, групповые иски меняют поведение людей. Это самое главное. Риск предъявления группового иска заставляет потенциальных жуликов, ответчиков, недобросовестных людей воздержаться от злоупотреблений и обмана. На которые они легко могли бы пойти, если бы такие иски не были бы предусмотрены законом. При этом важно отметить, что групповые иски в Канаде не стали использоваться для узаконенного шантажа или вымогательства необоснованных выплат. Это тоже здорово. Петр Сергеевич, а как организовать судебное производство по групповому иску? Как организовано в Канаде, я могу рассказать. Для начала такого производства Канадский суд устанавливает численность и качественный состав группы, от имени которой выступает конкретный гражданин. Его иск должен содержать общие для всех членов такой группы требования. Допустим, эта группа стоит из жителей этого дома. При этом групповой иск должен быть предпочтительным способом удовлетворения требований жильцов. Сам истец, представитель группы должен честно и адекватно представлять интересы группы. Не вступать в конфликт по общему проблему с остальными членами группы. И иметь план введения судебного процесса. По канадским законам извещать всех потенциальных членов группы, которые понесли ущерб о начале судебного процесса, совсем не обязательно. Судом оговорены сроки, когда член такой группы, то есть жилец дома, может выйти из дела. Он приходит в суд, пишет заявление, что прошу меня в эту группу не включать. А все, кто не сделал это, обязаны подчиниться решению суда. Ответчик, то есть тот, кому предъявляется иск, имеет право ознакомиться только с документами истца, представителя группы, вот того самого активного гражданина. Но не с документами других его членов. Однако, он может потребовать исключить из процесса других членов группы, если у него для этого есть основания. А вот суд решит, так, как и кому выдается возмещение ущерба, и кто несет судебные расходы. По канадскому законодательству, проигравшая сторона выплачивает победителю все судебные расходы, или их преобладающую часть. В случае выигрыша по групповому иску, ответственность за возмещение судебных издержек ответчика ложится только на истца представителя группы, вот на того самого активиста. Не на всех, а вот только на того, кто затеял этот иск. В Квебике разрешено взимать с истца представителя только номинальные судебные расходы ответчика, минимум. А в провинции Британская Колумбия истец представителей группы, вот этот активист, возмещает судебные расходы ответчика только в том случае, если иск признан судом шуткой или сутяшничеством. Вообще благодать. В канадской провинции Антарио учрежден фонд группового судопроизводства для освобождения активистов истцов представителей от уплаты судебных расходов ответчика в случае, если они проиграют суд. И если истец представитель обращается за помощью в фонд и получает согласие, то фонд берет на себя обязательство оплатить любые издержки, наложенные на ответчика. То есть, иными словами, фонд помогает активистам рисковать, добиваться справедливости, наказывать тех, кто обманывает, берет лишние деньги и вообще нарушает закон. А на кого ориентированы канадские законы о массовых исках? На простых граждан? Да, но не только. Законы о групповых исках ориентированы не только на простого гражданина, у которого, конечно, нет необходимых юридических знаний, но и на адвоката предпринимателя, который получает существенное вознаграждение в случае выигрыша, но теряет его при проигрыше. Получается, что адвокаты, столкнувшись с каким-то нарушением закона, обманом или излишне взымаемых с граждан средств, сами обращаются к гражданам и ищут того, кто подал бы иск, а они бы ему помогали. Ну, договариваются между собой о том, как в случае победы они распределят доход, штраф. Если сравнивать гонорары таких адвокатов в США и Канаде, то видно, что канадские суды отказались от огромных гонораров по групповым искам, которые приняты в США. В США нет общего правила, что считать разумной величиной гонорара в случаях общего фонда. И верхним пределом является уровень в 50%. То есть адвокаты могут получить 50%. А для ценных бумаг и антитрестовских процессов нормальным гонораром считается 20-30% фонда. При этом, чем крупнее возмещение, тем меньше проценты. А в Канаде, например, в процессе по делу о заражении гепатитом С, где общая сумма ущерба составила 1,5 миллиарда долларов, каждый адвокат истцов получил гонорар в пределах 2-4% суммы соглашения, что составляет 53 миллиона долларов чистого дохода. Немало. Впрочем, в Британской Колумбии и в Квебике встречаются гонорары и в 20-25% суммы соглашения. В общем, в каждом случае вознаграждение адвокату группы определяет сам суд. Опираясь на законодательство, в одних случаях гонорар определяется количеством отработанных адвокатом часов, умноженных на его часовую тарифную ставку. В других согласованы размером этого гонорара. В некоторых провинциях Канады возможна их комбинация. Как правило, гонорары выплачиваются из суммы ущерба, подлежащего возмещению группе истцов. Вот этому кругу лиц. Конечно, участие адвокатов всегда облегчает доступ граждан к правосудию. Но ведь это дорого. В провинции Онтарио судьи исходят из того, что закон о групповых исках решает задачу облегчения доступа граждан к правосудию, который во многом зависит от желания адвоката затеять судебный процесс, рискуя не возместить свои расходы. Адвокату можно понять. Поэтому судьи поступают в соответствии с выработанным ими правилом. Справедливость и обоснованность гонорара должны определяться с учетом риска, который принимает на себя лицо затевающее судебный процесс, а также результатов последнего. При этом понятно, что адвокат всегда будет добиваться увеличения своего вознаграждения. Не исключено, это очень важно, что по сговору с ответчиком он просто кинет группу, согласиться по мировому соглашению на сумму меньшую реального ущерба группы, лишь бы получить удовлетворяющий гонорар. Но канадские суды находят способы уменьшить такую опасность, рассматривая и утверждая эти мировые соглашения. А как обстоят дела с массовыми исками в России? В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации предусмотрены иски в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц. Депутаты внесли эту норму скорее для отчетности, чтобы в Европе видели, что этот важный институт, видите ли, есть и в России. Правда, забыли прописать процедуру рассмотрения таких исков, а получилась бутафория. Согласно статье 46 Гражданского процессуального кодекса, гражданин может подать иск в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, ну, своих соседей, но только в случаях предусмотренных законов. А из законов, регулирующих конкретные сферы деятельности, упоминания о таких исках за последние годы были просто последовательно вычищены, что сделало групповые иски от отдельных граждан невозможными. И это логично. Ведь использование гражданами такого правового оружия, как иски в защиту неопределенного круга лиц, создает опасность для монопольной власти бюрократии, для интересов недобросовестных предпринимателей, для олигархов. Наше законодательство не предусматривает никаких стимулов для граждан. Ни для граждан, ни для адвокатов. Отстаивать общие интересы. Что является обязательным элементом этого механизма в зарубежных странах и обеспечивает его успех. По российскому законодательству такие иски разрешено подавать прокурорам и иным чиновникам, а в определенных случаях юристам общества защиты прав потребителей. Но материальные стимулы и для этой некоммерческой организации не предусмотрены. Да и решение по таким вопросам суд выносит в никуда. В пространство. Никаких осязаемых последствий для потерпевших решение суда не влечет. Сам вопрос о возмещении ущерба не решается. Даже если прокурор выиграет суд по такому иску, пострадавшие жители дома компенсации ущерба не получат. Для этого им надо подавать каждому свой индивидуальный иск. Что, как я уже говорил, экономически невыгодно. Прокуроры же используют иски защиты интересов неопределенного круга лиц, как правило, для того, чтобы отчитаться перед начальством, продемонстрировать свое рвение. Преследует цель показать, что власть отечественно заботится о своем народе. Сам же народ заботиться о себе у нас не вправе. Какой же выход из этой ситуации? Что с этим вообще нужно делать? Для того, чтобы россияне получили правовое оружие для борьбы с коррупцией и обманом, необходимо принять поправки к законам, которые позволили бы отдельным гражданам подавать иски в защиту общих интересов или интересов неопределенного круга лиц. Во всех случаях, когда они вправе защищать свои личные интересы. Я могу защитить свои личные интересы, значит я могу защитить и интересы своих соседей. Дальше, надо прописать в Гражданском процессуальном кодексе Федерации процедуру рассмотрения этих исков. В качестве образца я бы взял канадскую процедуру. Надо установить законом весомое вознаграждение за счет ответчика, вот тому из субпредставителю группы потерпевших, тому активисту, в случае, если он выиграет дело. И важно, чтобы иски в защиту общественных интересов стали экономически выгодными для граждан. Надо законодательно обеспечить реальную доступность граждан к финансовым отчетам, прозрачность информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, ТСЖ, управляющих компаний, дачных партнерств, садовых товариществ, предусмотреть серьезные наказания за неисполнение требования закона о доступе граждан к информации, чтобы пресечь любые надуманные ограничения. Вот этот последний пункт чрезвычайно важен, чтобы заработал правовой механизм исков в защиту общих интересов. Ну, вот на примере садового товарища, то предположим, что его председатель не отчитался за расходование взносов. Возникает подзрение, что он их присвоил себе. Для рядового садовода дорога к справедливости сегодня лежит через внеочередное собрание садоводов. Собрать их, обеспечить кворум, задача очень трудная. Но если это и удастся, то не факт, что удастся добиться переизбрания председателя, не говоря уже о возвращении уворованных сумм. Ведь зачастую друзья и сообщники председателя являются и члены правления, и ревизор. Но главное, даже добившись переизбрания вороватого председателя, садовода не гарантировано, что новый не повторит опыт прежнего. Каков же выход? Только открытость информации. То есть на стенде каждый месяц должен висеть отчет бухгалтерии о том, на что потрачены взносы, сколько взносов собрали, кто заплатил взносы, кто не заплатил. Выходит, что в садовых товариществах и товариществах собственников жилья групповые иски могут оказаться эффективнее демократических процедур? Ну да, если такие иски будут предусмотрены законом, так как это сделано в Канаде, то каждый садовод или житель квартирного дома будет вправе подать иск в защиту интересов всех своих соседей. Не только не инициируя общее собрание, но даже не получая согласия других садоводов или же соседей. В суде за спины членов правления председателю тоже не спрятаться. Придется отвечать по существу предъявленного иска. Но истец обязан представить суду доказательства. Это ему удастся, если закон и правоприменительная практика будет гарантировать открытость финансовой документации садоводства или ТСЖ. Я об этом уже говорил. В таких условиях любой самый вороватый председатель постережется воровать. Важность доступа к финансовой документации актуальна не только в садовых товариществах. Управляющие компании многоквартирных домов, органы местного самоуправления, мэрии, министерства, ведомства тоже всяческими ухищрениями стремятся не предоставлять гражданам необходимую для контроля информацию. Допустим, о расходовании бюджетных средств. Между тем, любые органы власти должны быть подотчетны граждане. Они наши слуги. В разных странах реальная подотчетность гражданам, органам власти определяется именно полнотой и доступностью информации. Это стало озвученной истиной. Но только не в России. Какой же из этого всего следует вывод? А вывод такой, что мы очень сильно отстали от развитых стран в своем законодательстве, а главное в его применении. закон еще не стал в России правилом жизни. И различные способы контроля граждан за работой органов власти от местного национального управления и общественных слушаний до механизмов парламентских расследований тоже вызывают большие сомнения. Чем больше возможностей будет у наших граждан, даже минуя государственные органы надзора, полицию, прокуратуру, вот самостоятельно через суд добиваться исполнения закона, тем лучше. Конечно, при этом суд не должен быть карманным, как это происходит сегодня. Вот групповые иски, частные обвинения, когда гражданин может выполнять функции прокурора, общественный контроль, вот те инструменты, которые позволят сократить затраты на чиновников, а деньги пустить на развитие экономики, которые позволят избежать той гигантской коррупции, многомиллиардной, которая отнимает у нашего народа все перспективы для развития экономики. Почему бы нам не перенять канадский опыт? Спасибо, Петр Шевеевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...